Именно любовь Божия! Мы были врагами и отвержены, мы вдруг стали святыми и сынами, ибо мы называем Бога Отцом. Посему не перестанем являть в жизнь достойную дара и соблюдать мир и святость. Другие почести временные проходят с настоящей жизнью и продаются за деньги. О них можно сказать, что это не почести, а только имена почестей, получающие свое значение от пышных одежд, от лести окружающих. Напротив, дар святыни и усыновления, как происходящее от Бога, не отъемлется смертью, но, делая знаменитыми в этой жизни, сопутствует и в будущую жизнь. Соблюдающий дар усыновления и тщательно сохраняющий дар святыни, славнее и блаженнее увенчанного диадемою и облеченного в порфиру. Он вкушает совершенное спокойствие в настоящей жизни, питается благими надеждами будущей, не имеет никакой причины страшиться и тревожиться, но наслаждается непрерывным удовольствием. Подлинно, ни величие власти, ни множество денег, ни великое могущество, ни крепость телесная, ни роскошный стол, ни блестящие одежды, ни другие человеческие преимущества доставляют благодушие и радость. Но бывает это плодом только душевного благоустройства и чистой совести. Имеющий чистую совесть, хотя он одет в рубище, хотя борется и с голодом, благодушнее живущих роскошно, но сознающий за собою худое, хотя и обладает горами золота, беднее всех. Посему Павел, хотя и жил всегда в голоде и ноготе, хотя каждый день получал побои, но радовался и веселился более современных ему царей. Ах, бывший царем, наслаждающийся разнообразными предметами роскоши, когда совершил грех, стонал и мучился, лицо его изменялось до греха и после. Итак, если мы желаем наслаждаться удовольствием, то более всего на свете будем убегать от порока и пойдем вслед добродетели, иначе невозможно достигнуть счастья, хотя взойдем даже и на царский престол. Посему и апостол говорит, плод духа, любовь, радость, мир, Галатам 5 глава. Аминь.